Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хромосомы измельчивать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 изменчивости и профессионального состава геноглобинов был выбран именно этот вид. В результате первенства анализа мы установили, что увеличение в разнообразии последовательности дисков хроматом, разнообразие динозитов геноглобинов снижается, что может свидетельствовать о наличии механизмов регуляции активности генов, включающихся за синтез лобин. Чтобы установить, какие именно инверсии оказывают влияние на фракционный состав геноглобина, мы провели регистрационный анализ и установили, что последовательности ключа А, первой хроматомы, оказывает влияние на первые и четвертые компоненты синтез лобин, то есть первые четвертые геноглобины. Так, присутствуют последовательности А2, данный компонент первый компонент отсутствует у всех способей, в то время как в присутствии инверсионного варианта А3 частота встречаемости этого компонента практически не изменяется, однако относительное его содержание падает в три раза. Относительное содержание четвертого компонента в присутствии инверсионных вариантов также практически не изменяется. Однако частота встречаемости этого компонента в случае инверсии А2 и А3 падает практически в два раза. На примере вечерба, первая хроматома, также было показано влияние. Присутствие последовательности инверсионной последовательности B2 в действительном угодном состоянии, относительное содержание этого компонента также практически не меняется, но может быть, и значительно повышается. В то время как частота встречаемости этого компонента в присутствии инверсионных вариантов уменьшивается почти на четвертых. В последовательности из плеча C третьих хроматомы окажут влияние на третьей и девятой компоненты. Существует частота встречаемости в обоих случаях практически не изменяется. Однако, относительное содержание третьего компонента в присутствии инверсионного варианта значительно сокращается, в то время как относительное содержание компонента номер 9 в присутствии инверсионного варианта возрастает. На примере гемоглобина, с этим образом, мы показали, как хроматомный полиматрин может оказывать влияние на различные фракции гемоглобина, которые в полициях в том, что мы выполняем различные фракции. Теперь, чтобы ответить на вопрос, что является причиной дополнительной агентности гемоглобина в сперномисе, и лежит в основе к устанавливанию однородности фракции, необходимо изучить инструкционное разнообразие. Анализ нативных гемоглобинов, гемоглобина в причине сперномисе, показал, что гемоглобин находится в виде молекул с регулярной массой от 17 до 150 кг, примерно. При этом, скажем так, обнаружены лишь молекулы с максимальной массой около 60 кг. с комплектацией. Теперь так, у нас высокий уровень субъединил, высокой разнообразной субъединил у власти Алиэкспридов, которые планируются в действии на гемоглобинах. Так, у терарного примотов обнаружено 17 отделек субъединил. Терарного трепарета 8, у мратеза 18, у мратеза 15 и у отделек 16. Теперь, используя положенные данные, мы можем построить вероятные модели структурной организации гемоглазинов в Тернометии и ответить на поставленный ранний вопрос. Что идет в основе гемоглазинов? 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 Гемоглазинов? В основе гемоглазинов? 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 Значили антисолеты? Во-первых, самые общие. Что такое в вашем понимании кариоформа? И как соотносятся кариоформа и тип? Кариоформа? Кариоформа – это ограниченный набор кровосознанных инверсий, обитающий в конкретной окуляции. То есть в конкретном диатуре кариоформы. Кариоформ – это одна посоль. То есть кариоформа – это популяционное понятие, в которое объединяются личинки, у которых преобладает или доминирует какая-либо инверсия, либо группа инверсий. Тут я удачусь. В авторе карте у вас, как проходят под этим и тем же названием, и осы, и набор заклеткающих генетических особенностей? Кариоформой можно назвать в том числе и одну личинку. То есть если мы ее выбрали из этой фокуляции, которую уже проанализировали и выбрали просто эту личинку, можно сказать, что она относится к этой кариоформе и обитает как раз в специфических условиях той популяции, которая называется в данных наших сущих семинах. Понятно. Спасибо. Я просто сомневаюсь. Теперь, значит, когда у вас в разделе разделение генемоглобина по волекулярной массе в электропорезе ночевина использовался вот спад или что-то другое? Понятно. И почему тогда вы в этом разделе не указали, что высокие генемоглобина по волекулярной массе связаны с ажрегацией? А она у вас идет в другом разделе? Там представлены результаты. Именно ажрегация и сам процесс ажрегации подробно обсуждается с ажрегацией. Непонятно. Так, теперь у меня вот вопрос по части ажрегаций. И если генемоглобины вне влеточной, могут ли они участвовать в реализации онкотического давления? Получиться я могу, конечно. И поэтому процесс выше, чем выше позвоночника? Да. Пусть у вас не написано, как меня вас, вот, астматическая, астмолярность, разбор, наверное, спорта. Наконец-то. Вы, Валерий Курасович, у вас тут диалог. Извините. Вы, когда... Так, пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. У меня вот... Прикородный вопрос. Вы защищаетесь по социальности экономики в двух словах, ну, в трех предложениях. Я рассчитываю экологическую значимость, экологическую значимость нашей работы. Экологическая значимость хорошо показана на слайде... Нет, экологическая значимость... В двух словах. На слайде, на слайде. Экологическая значимость... На нашей работе... Если так можно сказать, выникает из названия нашей работы, это адаптивная роль комфортных инверсий. То есть, ключи и термонии различаются по кариотипическим характеристикам, обитающим в разных долгах. То есть, каждая из инверсий, как предполагается, оказывает... Да. Имеет свое активное значение. Это мы прочитали. Конкретно в форме, да. Так. Ну, у меня точно вопрос просто будет. Вот в этом смысле адаптивной популяции, да? Да. Значит, это В1, В2. То есть, если адаптивную популяцию В1 перенести условия, которые капиталит В2, то скажем, что это неизлежно, 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 неизлежно. И, возможно, закончат В1 переноскоп. Хотя... Мне надо... Проходить... Тоже... Проходить... На основном параде. У нас есть... У меня есть... У меня есть... А, дело в самом проходит на... Тот, который... В1 переноскоп на это... Дело в том, что подобное явление нами нарезалось. То есть, станки подкладывают свои кладки именно в свои условия питания, специфичных для них. И личинки, которые, я думаю, в ходе, не оплевают. Я для того, чтобы... Режим, ну, я вот. Свой вопрос. То есть, условия, скажем, в леденском для хранилища и условия, скажем, для этого. Ну, прудового. Да. Могут обитать, значит, ну, личинки из домосов, скажем так. Только вот с этим... Да. Подтверждают ваши данные. Так. И, значит... Ну, собственно, когда у вас доразрешили, в принципе, как для экологической значимости, о чем вы говорите... И вот третий вопрос. Вы всё же защищаетесь по экологии. Значит, интерстициальный термин, интерстициальная фауна в экологии, это фауна, ну, или, там, лора, там. Это, ну, сообщество, обитающие, там, пляжи, в виду, птички, частички песка, там, да, 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 да. У вас этот термин означает совсем другой. Это, в принципе, нужно это как-то объяснить, поскольку вы, опять, защищаетесь по экологии, понимаете? А это, наверное, зерно, и введённый единый ключик. Энтология – это совершенно длёгкий инструкционный развал. Это классика. Это, наверное, надо, как-то самое «сторожнее» быть, или, в кавычках, там, сказать, что-то. Ну, собственно, у меня с тем. Так, пожалуйста, ещё вопросы. Хотим вопрос? Нет. Да, пожалуйста. День минуты, пожалуйста. Да. Да-да, гражир, посмотрите. На rappор ... Вот адаптация вот этих самых… ...кто-кто тех в пенапиах для расчёти… … какие основные тожеuela banche, подальше, ну, их это — … Продолжение следует... 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 Мы, в России, и кумаси специфичные для белков, и динти-гима, то есть на персидазме. Они совпадают практически в полу. Не, ну то есть вот здесь вы можете сказать, если это на белке окрашно, то есть где это демолинство, а где демолинство? Это все демолинство. Это все демолинство. То есть фактически демолинство не применяется, да? Да, остальные ребенки практически незаметны. Я не могу сказать. Так, где концентрация, там очень мало. Это все, точнее вот это был первое, это персидазме активность. То есть вот вклада партия, она на стриму. А остальные это беременность? Остальные беременности. Ясно. И вот еще, арт-дерак, вот у вас здесь раздел не в этом, что в Ряске занимается, а в выживании, что в основном разделе вы пишите гранмонит, буквально в следующем абзаце уже в правильных, чем вот вызвано такое, в правильных гранмонитах, это в принципе, чем вызвано такое, ну, одного-другого фактика. И вот потом тоже, эксперимент с выживанием, в жарной солености, тут у вас, на мой взгляд, не совсем четвертый эксперимент, потому что в такой факт, как в практике, у вас еще господин, я не знаю, где вы думаете. Могу, пожалуйста. Так, чем вы объясняете тот факт, что в контроле, у вас после эксперимента, в контроле, выиграл всего 17 процентов, а в опыте 8, ну, то есть, разница такая есть, ну, не значит. Ну, скажите, двукратная разница. А то, что личинки нам нужно как раз себе урон, и их нужно содержать именно в каких-то других условиях. То есть, значит, соленый в данном случае не течет, а это, скорее, результат? Нет, соленый, ну, конечно, это показало, сыграло свою роль в этом. Но есть причины и условия содержания тоже. Но на ноте, я не знаю, в этом, когда будет вам что-то делать. Постык ли еще? Да, пожалуйста. Постык ли еще тут два вопроса. однако функционально многие практики младенов различаются одни активные получают тифарозы, другие отвечают уже за звуками функции нет, абсолютно так, вегетарные выдают нет, только в другую часть нет, совсем исследований не проводилось я думаю, что не достаточно и у нас, значит, такая ситуация если мы решим, что делать, то будем делать давайте не делать, а? вы не взяли, что еще не вас не готовы вы понимаете? значит, все равно, что делаем низкий период, я глянул, да? спасибо давайте продолжим сейчас предоставить слово к научному руководителю здравоохранения проявился в совместно трудолюбивый, ответственный и мотивированный в научной работе и исследователь работу выполнял на базе двух подразделений лаборатории биологии и систематики и под уходом Николая Александровича осваивал методы цитологии и хореологии и именно Николай Александрович задача в свое время проблемой связи хромосомного глиморфизма и дыхательных комплексов на базе Центра реактивного пользования на логе он выполнял работу по существенному составу геологии и вообще по структурной организации геологии вопросы, которые затронуты в диссертации они относятся к фундаментальной проблеме взаимосвязи геномных и подгеномных процессов и оригинальное решение, которое было найдено в данной диссертационной работе заключалось в том, как проследить взаимосвязь биотоков хромосомного глиморфизма и то, в чем проявляется хромосомный глиморфизм то есть в какой-то физиологический пункт это была функция дыхания и рассмотрены для носителей этой функции а работа, а на микрорфизме и в решении этой проблемы сыграли роль не только подходы и методы, но и личные качества диссертанта для того, чтобы ответить на этот вопрос надо было очень тщательно провести экспериментальную часть потому что выявить два десятка субедниц можно было только отработать методы в том, как и в других условиях идеально и ему это удовольствие и вся работа отличается на процессы его внимательным, вдумчивым отношениям по части методики и по части осмысления особо хочется отметить такие качества диссертанта как любовь к объекту и любовь к работе, которая прослеживается и введение рабочих записей и в каждой строчке статей, которую он написал и это достойно уважения и хочется отметить упрямство хорошо это или плохо но это упрямство, которое оставляет его всегда при своей точке зрения в факту он может пересмотреть наверное лет немного и хочется сказать, что я считаю Виктора Викторовича сложившимся специалистом перспективным специалистом и надеюсь, что он продолжит свои исследования и я вам желаю успех на дальнейшие вопросы и в последние вопросы все равно выполняют работы в нашем институте я думаю, что согласитесь, если мы не будем дальше заключения организаций в программе да так и следующее у нас нет в связи с теми в связи с теми и Спасибо. 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 В этой идее была обнаружена и прокрутирована новая последовательность , были исследованы кориативы нежелиолин гибридов «Hermanos primosus» и «Hermanos entis» – впервые для полиартики. «Hermanos primosus» и «Hermanos entis» – впервые для аемистской ограничений. В фенотипах гемогламина преследованных видов «Hermanos» обнаружены новые и неотличные аренции гемогламина. Обнаружено влияние различных клиентов хромосомных инверсий в ключах АВЦ на частоту встречаемости относительно содержания различных вкрофт гемоглобинов. Впервые описано высокое разнообразие вкрофт гемоглобинах от мононеров до актомеров, построенных из различных инстинкций. Мы в несколько мотивировали субъединительность. При этом особый интерес вызывает выявление на вид предыдущего ШФО. Дифференциация функции разных структурных планов гемоглобинов на стадии метаморфоза у хероноз репариус, в то время как содержание тетрамеров относительно стабильных, содержание примеров диамеров и мономеров снижается. На примере хероноз репариус было показано участие гемоглобинов в энергетическом и простическом обмене. Автор предположил, что гемоглобин и хероноз участвуют не только в транспорте, кислородной илосморегуляции. Сокращение относительного содержания фракции гемоглобина в период обладания хероноз репариус вероятно может свидетельствовать возможности использования в качестве источника лидии при отсутствии пищи, ринги и метаморфоза. Известно, что в период обладания хероноза у многих беспозвоночных в качестве дополнительного источника лидии используются резервующие органы, чтобы гемоглобина принимает участие в херонозе. Известно, что у некоторых беспозвоночных олигопептиды, гемоглобин, служат хранилищем лидии при источнике. Это транспортировки и запасание газа в косморегуляции, в пластическом обмене и служат источником энергии. Однако с нашей точки зрения эти предположения являются рабочими фракции и нуждаются в дополнительных экспериментальных доказательствах. Результаты работы могут быть использованы для проведения дальнейших фундаментальных исследований в области генетических металлизмов, адаптации организма. А также при проведении практических работ по самому очищению и повышению продуктивности основных водолюмов. В качестве замечания, а скорее пожелания, можно высказать следующее. В работе отсутствует анализ загрязнения водолюмов, в том числе и мутагенными соединениями. Известно, что рыбинская доказательствия является весьма загрязненным водолюмом. Мутагенные ксенобиотики, по нашему мнению, могут существенно наблюдать над активной уроки хромосомых инверсий. И инструктуру не воплодируют, чем перераз. Диссертационная работа следовала бы рассмотреть такую возможность. Однако высказанные замечания в основном технического характера не затрагивают суть работы и не уменьшают одну высокую оценку диссертации. Диссертация представляет собой завершённую научно-профессионную работу, имеет существенное значение для развития экологической науки. А результаты могут быть использованы в практических целях учебных процессов. Научная и практическая значность работы, уровень металлических подходов не вызывает сомнений. В связи с этим диссертацией является высокий план в развитии науки. Содержание актерапии и публикации соответствуют содержанию диссертации. Выводы и рекомендации достаточно основаны. Работа отличает требования, возложенные в пункте всей положения порядка и присуждения учёных степеней. Подъявляемым диссертацией на заискание учёной степени института наук и мюантер Виктор Викторович Большакова заслуживает присуждение учёной степени капитала логических наук и специальностей экологии. Отзыв на диссертацию от рекордов слушан и обсуждён на совместном заседании кафедры гидровирологии и лаборатории физико-химии биологического факультета Московского государственного университета. Подписан доктор биологических наук, профессор заведующего лабораторией физико-химии и лабораторией биологического факультета НБУ Катилевцев и доктор биологических наук, профессор международного биотехнологического центра НБУ Садчиков. Давайте послушаем другие вопросы. Пожалуйста, пожалуйста. 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 Продолжение следует... 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 Петрова, из небольших повреждений следует отметить, что не во всех главах приходится анальс всех пяти сверхних видов. Например, в четвертой главе приводится результат из слезания только трех видов, а пять и только одного. Да, мы согласны с этим замечанием, и работа смотрелась гораздо, возможно, интереснее, если были бы исключены, был бы исключен анализ и других видов. Но мы бы считали, так как они наименее полиморсны и, по всей видимости, ну, по нашему мнению оказались ближайшие данные. Акция просто так инфраструкционно необходимых не было. По работе юридического университета, что касается системных единиц, по нашему мнению, там в нашей работе указано все верно, просто переведены и не единицы давления сначала от атмосферы, а затем до миллиметров крупного столба. А что касается не… то, что они не поняли смысл обсуждения, в представленном разделе, в речи данном разделе идет по… обосновывается, каким образом мы выделяли терминальные и интерфициальные популяции на основе чего. То есть, они разграничены аллогами и уходимое метание. А что касается отзыва хитрога и хитрога, что касается названия диссертации, на нас в рядах она полностью проезжает суд диссертации, как раз именно хромосомность и демокритма в виде спорсной адаптации лечебных терминалит. А гиброгизм играется в теореческие инструменты, с помощью которого мы подемонстрировали значимость хромосомного демокритма. Что касается солености и его присутствия, ее присутствие в диссертации, то это предварительное исследование, которое может быть интересным рядом исследователей, как, так сказать, предварительное исследование при содержании леченых термин, более солености. И исследование влияния этого фактора и конкретных концентрации, в которых происходит стабилизация технических терминалит, и они как-то начинают распосадываться, у них было бы зашутким интересом лечить гемоглобины и хромосомную генитацию. Что касается третий хромосом, я продолжаю чуть слайдом. И тоже имею в большинство утверждений, что она мало адаптивна и мало изменчива. На данном слайде представлены еще один пример средизайнерных популяций, тазинских западений, пользуясь средствами. Это ставлены на следовательность, где один, два, два, два. Они обнаружены у 100 процентов от стабилизации, обитающих именно в этом возле. Эта следовательность окончится как раз в третьей хромосомии, то есть она очень даже изменчива и обладает своими адаптивными пункциями, так как содержание царей в этой хромосомии на два с половиной порядка ниже, чем в Рогинском водохранилище, в котором обнаружены лечинки, у которых последовательность Е1 встречается исключительно в лечении после лечения. Вот. И я думаю, что это вопрос. Ну, я бы сказал, что мы больше узнаем, замечание высшего освещения. Вы считаете, что всеверо? Ну, все в красоте. Да, ну, так и всевероятно. Вы сами считаете, что мы не считаем, что мы не считаем. Необходимо подобрать, что угодно, как собрать в этом отнимание. Хорошо. Спасибо. А, замечание высшего освещения? Ну, ну, это даже... Это посылание для школы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 410, 2. Представленная в защите кандидатская диссертация فик Councillor Леонтовича Большокова выгодным образом отличается от многих подобных работ тем, что в ней присутствует неординарная идея, которая выходит, которую работают из числа простых квалификационных работ и переводит их в число оригинальных научных исследований. Обобщение обширных циклогенетических и биохимических данных, полученных автором, позволило ему проанализировать процессы микроэволюции и видообразования керономии с новой точки зрения. Диссертация состоит из введения семей главы заключения в выводном списке литературы и положения. Работа изглажена на расставочные сегменты страницах машинописанного текста, содержит 62 таблицу 60 таблиц, список литератур, включая 282 источника, из них 160 на эксплуатном языке. Структура диссертации традиционная и соответствует требованиям и предъявляемым к совершению и оформлению подобных работ. Обоснована актуальность целей и задачи исследований. Постановка задач в диссертации правильная и соответствует заявлению целей исследований. Текст диссертации изложен ясно и лагонично. Обзор литератур содержательный и отражает современное состояние вопроса о решении проблем в микроэволюции херномии, методах рецептименетики и биохимии. Набор методов, используемых в большоклонах, достаточный для выполнения поставленных задач. Это и классический метод морфологического анализа, и современные методы кореологического и биохимического анализа. Методы применялись грамотно и оплатно. Результаты представлены в четырех главах. В главе третьей кореофонды популяции подробно описаны кореотипы исследований в микроэволюции херномии, переведены качественные фотографии полиэтальных хронослов, приводных для кореологического анализа. Проведена статистическая работа данных. К сожалению, в этой части диссертации встречаются незначительные ритметические ошибки. Так, например, при расчете исключаемости соотношения болот, исключаемости причинок на разных фазах развития, сумма процентов, когда так называются разные группы с 9 и 101. В четвертой главе описан фракционный состав гемоглогинов, как керамин в микроэволюции, проведено ранжирование сенотипов гемоглогинов по скорости их электроферметической поверхности. Это возможно получить фракционный состав гемоглогинов для отдельных популяций исследований в микроэволюции, который в дальнейшем использовался для сравнительного анализа полученных данных. Выявлен высокий уровень гетерогенности фракционного состава электроферметических гемоглогинов. В пятой главе приведен к ульсу корреляции уровня инверсионного полиографизма хромосом и фракционного состава гемоглогинов. Это глаго можно назвать изюменькой диссертации, так как именно в этой главе была подтверждена и курица о возможной корреляции хромосомных христов у херамин и появление новых фенотипов гемоглогинов. Выявление данного феномена чрезвычайно продуктивно для исследования механизмов адаптивного ответа того или иного вида херамин, а в перспективе и в других видах, условно-вискозвоночных, на меняющиеся условия сведения. В главе шестой описывается выявленная автором структурная организация гемоглогина у ряда вида херамин. Исследование было проведено двумя мерами дисковиктофореза и двумя мерами. Дисковиктофореза, это основное, потому что они не могут все расслабляться. Во дверях исходной разрешающей способности такого методического подхода был проведен подробный анализ молекулярных форм гемоглогинов гемоглогинов. Главный результат этой части работы «Разделение отдельных фракций гемоглогинов на несколько субфракций», что автор вполне обоснованно объясняет «Следствие множественности субъективных гемоглогинов». К сожалению, не все факты, полученные в этой части работы, нашли отражение заключения к первой ряде. В главе седьмой автор сопоставляет и обсуждает все полученные им данные исследования и результаты. Рассуждения, доказывающие существование локальных популяций в районе Рыбовского ограничения с ограниченным генетическим обменом представляются вполне убедительно. Интересной научной надводкой представляется выявление гибрида херномоз-плюмоз и херномоз-энтис на основе анализа хромосомных гепаратов. Не менее важным и интересным можно расценивать результат обнаружения аналогичных субъединиц гемоглогинов у видов херномоз-плюмоз и херномоз-энтис. Но эти данные обсуждаются в другом разделе, хотя представляется более логичным объединить обсуждение результатов хореологического и биохимического исследования по гибридам флюмоз-энтис в одном разделе диссертации. Очень заряжательно выглядит раздел четвертой главы, раздел четвертой главы, в котором показана изменчивость гемоглогина в антогенезе, филогенезе и под действием факторов окружающей среды. Этот раздел открывает дальнейшие перспективы как фундаментальных, так и прикладных исследований, связанных с мониторингом состояния пресноводных экосистем. В целом, диссертация Большакова представляет собой цельное, законченное на данном этапе исследование влияние хромосомной изменчивости на адаптивные возможности личинок ряда видов рода херномоза. Выводы диссертации хорошо восстановлены. Результаты работы можно рассматривать как серьезный вклад в изучение микроэволюции херномид и функциональной изменчивости гемоглогина в херномиде. Диссертация Виктора Викторовича Большакова удовлетворяет требованиям ВАГ кандидатской диссертациям, а сам Виктор Викторович заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата биологических наук по специальности 0302-го рода хороста и хороста. Спасибо, Виктор Викторович. Я думаю, что можно изменить сейчас лучшее диссертации. Вы как хотите сразу разумеетесь на... А, сразу разумеетесь на... Прошлое предотвращение, что в соответствии с учащением и в общей различной половой структурой были обнаружены в выговорочном сочетании 99,5% связаны с технической отчеткой, которая возникла в результате ограбления полученных данных. И в итоге, вот, начнете, получив насчет... Объединение гибридов и выделение их в отдельный рожден, мы решили не нарушать фруктурные диссертации и совмести с погодом полученных результатов. У меня все, спасибо. Спасибо. И послушаем второй воздух по помене. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Капа был... Байридов и выделения херономидов в настоящее время практически не изучены. Имеются лишь отрывы очные сведения по распределению отдельных последовательности дисков хромосомл. Ореролабедаги. Институционная работа Виктора Ильича Баршакова представляла собой много уровнем угробед, биоморфологическое, биохимическое исследование, личное роды киромоджицы, направлены на поиск механизмов рассвоения хириномидами различных типов и зон водолюбов. В своей работе Африк КП нашел удобную модель для демонстрации влияния хромосомных инверсий на физиологическое состояние личинок. На основе выполненного исследования становится более важными конечными диверсиями периодипически различных популяций и видов, что носит теоретический вклад к представлению о гладбиции и видов образования хириномидов. В диссертации вводятся новые терминологические понятия, как предыдущие популяции, терминальные, обладающие специфическим ограниченным набором геномых комбинаций, приспособленные к определенным условиям обитаниям, и интерстициальные обитания условий, обеспечивающих поживание и воспроизводство в особи из нескольких терминальных популяций. Выявленная терминальная и интерстициальная популяция позволяет нам по-моему рассматривать процессы революции и образования хириномидов. Также в диссертации впечатлило нас наблюдать в природе такое крайне редкое для изучения хириномидов явление, как межринговая гибридизация. Хириномус племотус и хириномус эндис. Премотус и муферат эндис. И при этом у гибридов унарушивают сходное последовательность и дисков хромосом, что может свидетельствовать об их значительной роли в межхромосомном взаимодействии при гибридизации. Удивляет обнаруженный диссертат конъектора корреляции глиантов хромосомных инверсий в плечах МГЦ с частотой встречательности и относительным содержанием в отделе фракции гемоглобина, то есть с пластером гибридов в гибридов. В этих плечах пока обнаружено не было, что и отмаги не исключает наличие революционных элементов. Также подробно исследовала структурная организация гемоглобинов-херономидов, показанная высокоразновательность оперативных форм гемоглобинов, так и образующих их субъединицу. Усследовавших гемоглобинов-херономид, в связи с тем, что впервые удалось обнаружить гемоглобины в виде мономеров, генеров, тренеров, коромеров, хипентомеров, гексомеров и латомеров. Авторам показано, что гемоглобин-херономид не ограничивается в издыхательных функциях, их роль важна в энергетическом и пластическом объявлении. Показано, что изменения в составе гемоглобинов являются физиологи биотемической реакции и связаны с продолжительными и временами трансформациями в окружающей среде. Представленные данные о различных функциональных значениях для гемоглобина как в монопенезе, так и в изменяющихся условиях окружающей среды расширяют представление об адаптивных возможностях гемоглобина. Диссертация состоит из изведения и снижения запрещения вывода из списка литературы и приложения. Работа, изложенная в 180 страницах, я не буду повторять это, но мы уже уважаемый по-минскому году. Дальше. Обоснованы актуальные цели и задачи исследования. Оценивательность представленной исследований необходимо отметить, что автором впервые с успехом применилось многоуровневый анализ для оценки проявляют хромосомные конверситеты на физиологические параметры вещества керономии и их способность заселять в различные температуры. В диссертатах впервые введены терминологические понятия тримализующие популяции, терминальные и интерстициальные популяции. Описаны и прокурортированные хромосомные последовательности в Г-9. Впервые описаны периодипы двух международных гибридов. Также автором в КВИ проведен традиционный анализ между хромосомными обечествами и полипотезами гибридов. В результате в которых были обнаружены хромосомные плечи, в которых могут находиться и место регуляции активности гибридов в Г-9. В диссертатах впервые изучены структурные организации гибридов в речах к исследованию активных гибридов в Г-9. Им обнаружены формы одномомеров и датомеров, сформированные различными субъемницами. Научное значение представляет существенное дополнение представлений о популяциях. Выявление терминальных и интерстициальных популяций позволило по-новому рассматривать процессы микриволюции гибридов в Г-9. Анализ множественности структурных вариантов гибридов в Г-9. В результате работы позволяет дополнить картину гибридов в Г-9. и доступности их широкой научной общественности возможности исследования полученных данных при разработке методов с использованием гибридов в качестве универсальных гибридов в Г-9. Достоверенность результатов представленных в работе заблуждается использованием третий самопластических и современных подходов в методах способов изучения анализа полученных данных, основанных на программе предыдущих опечественных заболевших исследований. В глубиной и разносторонней обработке достаточно повторно стекольного материала и последующего статистического анализа. По результатам разных опубликованных при статье в рецентированных журналах, что соответствует требованиям для вас и предъявления в защите рекомендаций диссертации. Материалы света не обсуждаются и шестерния заморозки и российские поддеревцы. При введении деталей программы наложены общие сведения германами, а потом мы вообще на обширном материале патологическим и геохимическим исследований германами. Уделено внимание систематическому положению изученных филов, особое внимание диссертатам, делено гемокландируем германами, экструпционной организации и механизм обрегация активности герман. Отдельная и вторая глава диссертации, посвященная материалу и методам исследований, пока обширный объем работы и глубину проработки статистических методов. Также отмечены места сборов лечения из разных регионов, что дополняет это обобщение перенометов, позволяя дальнейшим многосторонним сравнивать лечения подразделки с улитами. Заложение полученных данных акарио-кодов и тщательные анализы представлены в 2-3. Все разделы заслуживают высокая концепция. В диссертатах прокортированы, подобные неописанные два года проинфстрированы практики периодики изученных видов. Особое внимание делено анализом чистоты встречающих физиологических сочетаний переномов с трюмомов с эпидемиологическими продуктами скобовых хранилища и его притоков. Рассмотренную структуру проект фонда популяции этого вида вводится в новое толкование понятия аэрофорума, показан пример простатственного генетического мозаицизма в херномовской новости. Глава 4 посвящена обречению фракционного состава геноглобинок у хернометов в родах херномов с автором брагетного публикации фенотеков геноглобинок в соответствии с количеством правов и электрополитической подвижностью. Принципы работы с аспекторами геноглобинок, что позволяет из массива полученных данных выделить особей обладающих одинаковым, чтобы составом геноглобинок и провести их сомнительный анализ. В итоге был показан, что наиболее полиморном является одно устранение. Также изучены особенности выдавства, если не имеют фенотеков геноглобинок и проведено сравнение с полученным раненым результатом у херномовской геноглобинок. В этом году в сфере обладающихся геноглобинок, посвященных анализов на реакции геноглобинок и херномовской геноглобинок. Представлены результаты пластерного и репрессионного анализов. Использованные массой на региональный подход наглядно продемонстрировали влияние последних плечей аплодцентных геноглобинок, что свидетельствует о присутствии в данных спечах регуляторных элементов, отвечающих за ответственность геноглобинок. Обращайтесь внимание на глава 6. На диссертат приводит данные структурные организации геноглобинок, роботов и херномов, их фонтониметические изменения и изменения происходящих от действий на различных факторов. Изучать фактические неглобинок, автор обнаружен высокой разновой о чемноте, и так будет компонентом геноглобинок. Что свидетельствует узнающей адаптации геноглобинок. Все подробно обсуждают ополочные авторами геноглобинок. В рианах громосомных последовательностей нарушены диссертанты о ираномоз агис, ираномоз энтис, ираномоз ноль и муатентис в каратене европейской популяции. Однако у муатентис частота встречающих вектор последовательности зависит от условий виталий и чирок. На примере популяции геноглобинок автор показывает приурочность некоторых геноглобинок геноглобинок со специфическими условиями виталий. Все это свидетельствует об адаптивном значении инверсии геноглобинок. Далее автор рассматривает изменчивость состава геноглобинок, являющихся результатом как популяционного полиморфиза, так и следственного действия факторов следей. На примере геноглобинок полиморфиза геноглобинок находит кондиционное исследование для разнообразия геноглобинок и последовательности действий хромосом, что наглядно показывает влияние отдельных хромосомных инверсий на технологические характеристики геноглобинок. Автор обращает внимание на особенности структурной организации геноглобинок геноглобинок. Объясняет это эволюционной удаленности от других не следуемых лиц, что заключается в операционной данной. Проградея итог, диссертат приходит в мысли о том, что высокая геноглобинок геноглобинок условно не функциональны. Они выполняют не только традиционную геноглобинку, но и часто в основной регуляции в различном обмене и служат в стучении геноглобинок. Обращайте себя внимание заключение диссертации представленной акции работы. Диссертат акцентирует внимание на наличных причин, разнокачественности особей в популяции. И на примере кераминок стремлоза слабая высокая значимость хромосомного геноглобинок изменчивости состава геноглобинок и адаптации как отдельных особей, так и целых популяций. Сделанные выводы свидетельствуют о способности автора в высокой степени обобщения материалов. Представленные диссертации список литературы полны, тщательно проработаны и содержит больше половины используемой литературы на иностранном языке. Вся работа прекрасно окружена детальными иллюстрациями схемами металлицами. Материал главы разделов хроничных и кратких лужиц, что демонстрирует не только высокие пропагандоры диссертации для способности сканалить диссертацию и совершали и встречаем работ по прочтению работы литературы альниала альниала пробычного погрешности можно обвести сумму значения развития литературы можно оставлять 101% или 96% или 73% в стрелях 315 по распределению В целом, диссертация оформлена аккуратно в соответствии с существующими технологиями, работа, пока индустрируемая не нашими рисунками и теперь фотокартами. Текст изложен ясно, наличный, хорошим литературным стилем, в него читается и содержит много количества печать. А в перегиральной научной публикации отражает основное содержание диссертации. Диссертационная работа в целом является логичным, законченным самостоятельным исследованием, имеющим как научную, как и практическую значимость, выводы достаточных обоснованных, работа соответствует требованиям главы Российской Федерации. Автор работы Большаков Виктор Викторович, вполне заслуженный при суждении ничего степени, кандидат в геологических наук по специальности экологии, занявящий капитал в цитологии, генетике и национальном исследовании Томского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Степен. Продолжение следует... Пожалуйста. О тех частях, которые, ну, автору следует учесть в дальнейшей работе, на мой взгляд. Значит, обратите внимание, вот мы говорим о гемоглобинах, и практически любой член Совета понимает, что когда речь идет о дыхании, должно быть слово кислорода. И у них нет. Есть глубина, которая экологическим фактором не является. На глубине своя констелляция разных факторов. И кислорода, и солет, и гизодина, и так далее. Это, ну, такое вот упущение, что их подходит к Аркуте. И второй момент, который обратил на себя внимание, мое, по крайней мере, я в чем-то расхожусь с авторами отзывов и с оппонентами. Вот обратите внимание, выгодны два типа популяций, терминальная и интерспециальная. С моей точки зрения, на сегодняшний день это понятие вообще без смыслового наполнения. Почему так? Сказано, что в терминальных популяциях узкий набор громосудных вариаций в интерспециальных широких. Ну, никакой точки необходимого разделения. Откуда начинается широкий набор, где заканчивается узкий, непонятно. Кроме того, это общая беда вообще популяционной экологии, не только, так сказать, данной диссертации. Вы знаете прекрасно, что выделено колоссальное количество разных группировок, ну, непонятно каких. Есть понятие углементарной популяции, классическое, значит, сформированное в генетике. И рядом с ним существуют бокальные популяции, геми-популяции, микро-популяции. Теперь вот эти две популяции, дэвы, клоны, семьи, их бесконечное количество. Много не понимают позвоночники и беспозвоночники, ботаники и заобыки, люди, изучающие брон-карион, дэву-карион и так далее. Вот здесь, вот когда я смотрел кусок в генетику популяции, вспоминал про откану. Значит, похоже, пора уже отсекать, а не выводить понятие. Но это повторяю мое личное мнение. Вот это кусок, которым еще следует разум. И здесь, значит, это выделение этих популяций, перемешанные две вещи. Ну, позицию о широте хромосомных вариантов можно принять. Но вы везде указываете ряд, терминальные популяции засеряют узкие условия, интерспециальные, что другие. Это не критерий, это следствие тех или иных генетических свойств. Эта критерия не может быть, в принципе, по определению. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. И представьтесь. Здравствуйте. Передчинка Владимир Григорьевич, член из Совета. У меня также, как у предыдущего раскладчика, два. Маленькое и большое сообщение. Маленькое сообщение, я согласен с тем, что собраны огромные материалы, объединены, как хорошо показали оппоненты, хорошие и адекватные новые методы. Ну, если я буду вас уважать, да. По поводу замечаний. Основное замечание, на мой взгляд, заключается в следующем. Прошу прощения, если скажу известные вещи, но для логичности изложения замечаний не нужно. Итак, то, что часто пишут в диссертациях, цель исследования, это на самом деле задача. Для докторских это на пробегу. А то, что пишут обычно, задачи, это под задачи. Итак, если вспомнить, что по положению вас, кандидатская диссертация, это законченное новое решение, задачи актуальны для соответствующего отрасли знания, одной задачи. То здесь часто, в авторинферате, видим, что тут не одна задача, какие-то еще, не под задачи, а не задачи. Тут какие-то, вот бывает, проблематика, проблемы. Это законченное решение одной задачи и четкая актуальна на работе, вам надо было сказать. Второе, если вы часть вот таких вещей выбросили, более логично было бы и более красивое бы изложение того, что вы делали. Это первое. Второе, очень много предположений и так далее. То, что логично в монографии, то вообще в диссертации оно звучит тогда не очень хорошо. Мы предполагаем дальше и дальше и дальше и дальше. Далее, если эта физиологическая работа, если анализируется в опуляции, то в материале неплохо выдают не только, сколько вы исследований провели по какому-либо анализу, но и сколько организмов вы вообще изучали. Сколько особей вы отбавили, там имеют дурно. На мой взгляд, вполне было бы гораздо лучше, чтобы ограничиться на тех видах численность особей, которых наиболее реконструктивно, наибольшая. И вы ведете право исследования более корректно и достоверно. А вот остальные, похоже, работа в разные годы велась по решению разной большой задачи, а вы немножко обожатничали и включили все, что вы сделали. Много сделали, интересные результаты. Но вот те виды, которые, продираясь через текст, узнаешь, что по некоторым водоемам, по некоторым видам 4, 8 особей вообще-то анализировались. Вот эти виды, надо было бы честно сказать, что численность, организм очень маленькая, но вот такие же закономерности отмечены и на других видах. То есть я бы ограничился на двух видах, где вы там 370, больше 100 особей анализировали. Это просто для анализа, я могу ошибаться. А остальные вы оставили бы в этом, но вот четко написали, что здесь очень мало понимали, ну что поделать, все понимают это. Но просто выводы должны быть с указанием того, что в мире нет остальных. И включить выводы в обсуждение. Дальше, что еще? Я хотел бы сказать. Александр Иванович еще говорил, если вы применяете термин, то если термин занят, лучше его по-другому назвать и объяснить, что вы понимаете под этим термином. Дальше, ввод понятия, это не есть хорошо, или это не есть результат научной работы, потому что любой биолог, даже студенты иногда начинают вводить термин. Другое дело, что вы открываете какое-то явление, которое можно назвать так. Это уже по-другому. Это уже нормально. Вы пересмели вот это явление с совпутностью того или иного. Дальше, если вы видите компенсационный уровень, то в некоторых водоемах вы говорите о личинках хераномуса. Личинки, это определенная припоставка. Если это популяция, то личинки только часть популяции. Об этом тоже надо выказать. Дальше неверно. Вообще, некоторые применения терминов. Я не знаю, что такое страница... Ну, материалу, а, страница 10. Что такое? Достоверность припуэра является 0,05. Я знаю, что результаты достоверны при более неизначимости... Различности достоверны. При более неизначимости, которая равняется 0,05, или там меньше, больше, меньше 0,05. Или я знаю, что такое различия достоверны с вероятностью 0,95. А вот это я не знаю. Это неверно. Дальше вы используете... Ну, в принципе, просто решать, это есть при экспериментальных работах акклиматизация. Если исполним работу по акклиматизации, в частности, конфериющей, то акклиматизация это другое. У вас была акклимация. Ну, в принципе, основное... Спасибо. Пожалуйста, как уважаемые. Ятой Владимировна. Я сразу скажу, что мне очень понравилась эта работа. Я придирчиво и медленно читала аккликрат, поскольку давно интересуюсь некоторыми аспектами, касающимися трофологии. И я должна сказать, что вот эта работа, покупая хорошая работа, имеет выход и приложение к разным проблемам. Это и проблема адаптации, и проблема эволюции, и проблема трофологии. Это молекулярная основа взаимоотношений гидробиона. Потому что один из основных объектов питания многих видов, в частности, рыб. Не на всех, на ранних этапах развития, практически всех наших животных, а на более поздних типичников, культуративных гидрофагов. Более того, порядка 25 лет назад, мы, я, в участии, значит, сотрудников Института ремонта и органических соединений, определяемые популярные массы различных, значит, дурков различных объектов питания рыб. И мне очень порадовало, что наши данные, вот 17, КД, КДА 17, значит, для растворимых дурков, это доминирующая вообще фракция, 74% приходится. И это совпадает с теми минимальными значениями, которые выявлены в этой работе для личинок хераномбелков, личинок хераномбелков и средних других видов. Но я хочу, поскольку я задавала такой вопрос, меня, конечно, немножко смутило вот это использование термина «кария форма». Я специально посмотрела в словаре с алганика, что такое кариотип. Это совокупность хромосом, характеризующих вид или особь. В моем представлении, как у любого биолога, наверное, тип – это что-то такое глобальное, а форма – это очень частное. И поэтому у меня такое чувство, что, ну, во-первых, само определение, я прошу прощения, Александр Николаевич, вот когда концовка определения кариоформы – это ограниченная совокупность генетических комбинаций, это оценивать на крайне, на мой взгляд. Вот. Характерный генетический, отечествен, введен в клуб, при которых эти кариоформы адаптированы. Наверное, все-таки нужно говорить о подостации организма, а не кариоформы. Кариоформы способствующие адаптации. Вот в моем представлении так. И это проходит по всему тексту, потому что кариоформы обитающие в таких-то условиях. Обитают не кариоформы, а организмы. Отличаются в тех, 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 тех. И у меня не вызывает сомнение, что работать в соответствии с тем, и у вас. А, Виктор Викторович, в соответствии с тем, и у вас. Спасибо. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, спасибо. получили интересные. И, в принципе, каждое из направлений, если в дальнейшем продолжать эту работу, оно имеет перспективу. И перед диссертантом практически будет стоять выбор, в каком направлении продолжать развивать свои исследования. То ли это генетики, то ли это молекулярные биологии, то ли это локология. Мне казалось, раз он работал в этом институте, конечно, нужно развивать экологическое направление. И по-настоящему говорили очень многие выступающие, что вот эту экологическую часть, это экологическое направление, конечно, должно быть расширено и должно быть дальнейшее исследование. Потому что фактически в диссертации это представлен метод. Он хорошо отработан, хорошо показана возможность его использования. Возможность использования боковой и функциональной диалоги. Метод трудоемкий. И, конечно, чтобы у вас ходить, у нас был и усидчивый диссертант, и эрундиция широкая. Я, в общем-то, знаком с его работой, и знаком с ним самим, и в процессе работы мы с ним обсуждали направление работы. И я, в общем-то, не понаслышите, что называется, знаю, какую работу, и у меня называют неопадку, только в вашей работе. Поэтому, ну, еще раз возвращаюсь к доктору, что я хотел сказать, работа безусловно заслуживает присуждение, вернее заслуживает большое внимание, соискательство заслуживает присуждение кандидата геологических наук по степени, да, по данной теме. Вот. И, безусловно, я считаю, что данная работа вносит весомый вклад в теме направления работы, о которой компетенчеством научных. И если это направление будет дальше, то я могу только остроить. Продолжение следует. И атмосферу. Надо все приводить в одних единицах, в уменьшенных, в уменьшенных, в уменьшенных, в уменьшенных, в уменьшенных. В принципе, или в том, или в том. А второе замечание, если вспомнить, что, в принципе, много водоемов вы изучали, много возрастных групп. Возраст 4, но там еще и стали. Поэтому количество просто не малых и точность невысокая. Поэтому в свое время, в 70-е годы по обеспеченности пищи были жуткие споры. 46% в обеспеченности пищи не 64. Как показано в свое время Александр Иванович Маканов, в принципе, в поврежденности какие большие, что, можно сказать, мало обеспеченности, средняя или высокая. Поэтому вот 90, там 82%, когда вы пишете, на самом деле 2% это уже одну карту. Надо писать 80-90% это отрублять. Отрублять. С ученым точностью и количеством проб, которые после получают. Спасибо. Да. Я еще раз прошу 2000 рублей. Нет. Ну, значит, заканчиваем дискуссию. Я, в качестве тоже совершающего слова, хотел бы сказать несколько предложений. Просто напомню, что у нас идет защита по специальности экологии. Сейчас, в современной периоде, как раз разовалась ситуация, что в экологии стала такая синтетическая дисциплина, в течение 15 лет, как говорят, что все тут на грани двух наук, трех наук, там, даже если, там, четырех наук, в области, скажем так, дискуссии экологии, сложилась такая ситуация, что, ну, по сути дела, гидридология. И ситуация гидридологии, 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 какой-то вроде одна и так. Значит, у нас практически совершенно ушло, где-то в последствии 95, где-то, гидридологические исследования, вот, гидридологии, то есть практически в нашей стране, не занимается ни питанием, ни дыханием, ни продукцией, а, ну, организм, какие-то, гидридологии, гидридологии, и в то же время очень много исследований из того, значит, на мультипулярно-генетические, генетические, мультипулярно-светные частицы. Вот. И это не только мнение, это, в общем-то, мнение, это, в общем-то, мнение специально-экспертов, большинство из них, они, в общем-то, к экологии имеют мало отношения, а к экологии, они поступки, в принципе, никак не связаны. Считается, что их все случилось. Вот. Значит, вот в данной диссертации, я думаю, что просто это не дает пример того, что, наверное, что вот это как раз работа экологическая. На фоне вот тех, ну, просто ни к чему не обязывающих, это экология работы, это работа экологическая. Я согласен, что, кстати, там, я не знаю, как она защищалась в области генетики, но в области, скажем, вот, сам экология, это дорожая работа. И я думаю, что, в принципе, еще выигрыш, наверное, тут, что, конечно, диссертам не совсем разобрался, в экологических связях, в экологических проблемах, которые здесь. Вот, но я думаю, что перспектива этой работы очень большая, поскольку, то сказать, если диссертам прислушиваться к некому замечанию, то это будет очень хорошее продолжение этой работы в области и в области генетики. Но, походу, что, конечно, некая экологическая значимость здесь, конечно, указана, но на мой взгляд, она гораздо, если посетить, подумать, почитать, она, конечно, гораздо, гораздо более значима. Вот, и, скажем, я вот тоже присоединюсь. Вот, факторы, ну, факторы, в принципе, есть губы, и на вашей сцене, это, вы не считаете, но на каждой губине особо набор факторов, поэтому, в принципе, нужно, конечно, более, более, здесь, ну, не знаю, более детально смотреться, более экологично смотреться, а так мне кажется, что работа очень симпатичная, очень интересная идея, я понимаю, что вы прекрасны. Это удачные, удачные исследования на сайте научных. Так, и, значит, есть больше желающих, обсуждений нет? Так, вам слово, пожалуйста. Прежде всего, хочется сказать слово благодарности в адресе моих руководителей, даже Павла Николаевича Александровича, который руководил на полной части моей работы и, собственно, участвовал в становлении меня как исследователя, и по технической части это Андрею Павлову Михайловну огромная благодарность, как человеку, который научился меня в графе биографии именно термонистов, то есть постановки паразитов, и обладение теми методами, которые я знаю, и которые постоянно стараются делать так, чтобы мы все развивались в септинопрогене. Также хочется поблагодарить абонентов, грешанина Андрея Горстантиновича. Спасибо вам большое за помощь. Просто за помощь и за дружные советы, дружные монеты. И следующее Владимиру Николаевичу за такой прекрасный отдых. И также всем, кто присутствует, разрешили меня поддержать. И мы можем перечислять пробеги, если это сотрудничество лаборатории, к кому не обращался за помощью, за практической, либо за советом, или в поиске разрешения какой-то направления задачи. Спасибо вам всем огромное. У меня все. Спасибо. Сейчас мы должны выбрать четвертую комиссию. И у нас по графику Макруша и Григорьев, и Мейер. Пожалуйста. Спасибо. 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 Ваши предложения есть? У вас есть какие-то предложения? Нет. 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 И вот одно, на мой взгляд, достаточно принципиальное ощущение. Первый абзац, конец первого абзаца, все мы применительно гипонглобином херономии, применены термины оригомеры и так далее. Во-первых, применительно применены, это уже нехорошо. А во-вторых, почему термины применены? По-моему, мы с вами перетирать одно лучшее, что выявлено, переиспользоваться как, в общем, вот это, согласающие, если есть поезды, что они решили. Ну, как здесь другая формулировка изначально, она не вынудила так вот и цель. Ну, применены термины, мы можем сказать, они же выявлены эти гипотезы, да? Это просто нехорошо важное. Это очень полезно. Ну, в общем, мое приглашение... Да. Спасибо. Еще вопрос. Конкретно какая-то сейчас нужна, или надо ограничивать? Это форма. Это форма. Конкретно нужно, конечно. Это согласно. Какие-то характеристики, какие-то количественные... А, да. Давай, Владимир, ну, это какая-то может быть? Да. Расскрытые, изученные, представленные, оценки достоверности, и значения получения. Это форма, да? да? Да. Это жилы, так сказать, это, ну, два пустота лет. Да. Как шутить? Алкаин. Самый фото-петерат, говорят, из-за времени на ночь из-за времени. Так, пожалуйста. Когда есть серьезная, срубка ура, остается, по поводу зрителей, если бы не может поставить и перерываться, все-таки указать, связанные с дальнейшими различиями. в связи с тем, что здесь, что-то есть. А потом, мы отмечаем, таких, кто не отсказал, они просто, а это отмечает, а в связи с тем, что здесь, что-то есть, а здесь, а вот, ну, да, логично. Ну, вот здесь как-то отрывается. Так, еще, кто-то хотел. Сейчас, пожалуйста. Ну, пап. Вот здесь на второй страничке после значения полученных соискателей результатов исследования для практики. Поднаждаются данные о влиянии хромосомных инверсий в условиях питания на гемоглобины. Вот, наверное, сначала условия питания влияют на хромосомные инверсии, а потом на гемоглобину. Последовательность событий нужно четко написать. Это первое. И второй, значит, вот здесь целый разделчик после слова «установлено». Совершенно непонятно, что установлено. Наблюдается в большинстве случаев качественное и количество совпадений акций и результатов с данными независимых источников. А мы тут крайне маловичем указать. То есть тут надо просто внятно написать, что установлено в этом разделе. Тут из текста вот этого совершенно не следует, что установлено. Вот мне что показалось, что я совершенно согласен с Анастасией Решенко и с Анастасией Рослабусь в этом проекте, что здесь недосказываются предложения. Как-то сначала, что конкретно касается, какого явления нет. И на это обратят внимание. Наблюдки надо остановить. Продолжить предложение. Мы еще раз поздравляем. Продолжение следует... Вам успехов. Вам успехов. И, Александр Ильич, оставайтесь с нами за полный день. Продолжение следует... Продолжение следует...